Приветствую вас. Знаете, что меня заинтересовало в вашем вопросе? Больше всего, то, что мужчина ваш, вот такое впечатление, да, что он вообще не, как сказать, он как будто бы не обеспечивает. Он не беспокоится о вашей, о вашем комфорте, он не беспокоится о вашем, не знаю, самочувствии, он не беспокоится о том, что вам, может быть, будет как-то тяжело, как-то, не знаю, дискомфортно, как-то болезненно, да, как-то там неприятно, к примеру, да, вот такое ощущение, что у мужчин вообще об этом не беспокоится совершенно, ему как будто это, ну, как будто это его не волнует, что ли, вот, понимаете? И, в общем-то, это, наверное, то, что в первую очередь настораживает, если он любит вас, если он хочет, чтобы вам было хорошо, если он хочет, чтобы вы были счастливы, и его действует странно, потому что человек, который, который нацелен на свою половинку, да, человек, который нацелен на того, кого любит, он, но он не будет, он не будет вести себя так, как ведет себя ваш мужчина, то есть он никогда не сделает так, чтобы у вас были какие-то более худшие и худшие условия, чем, к примеру, есть сейчас, потому что, ну, это прямой, прямой путь к деградации, собственно говоря, вот, поэтому, естественно, это странно, такое впечатление, да, что человек, как будто, ну, не знаю, стыдится того, что не может обеспечить жилплощадью, да, к примеру, вот, и не хочет, чтобы вы видели его несостоятельность, не хочет жить на ваших условиях, не нравится ему такая идея, да, вот, и, в общем, он просто ищет для себя удобные варианты, которые, вот, для него были бы, ну, наиболее приемлемыми, такое впечатление, что человек думает здесь, в Корее, о себе именно, а не о вас, вот. Просто подумайте, кому выгодно вот то, что сейчас происходит, да, я понимаю, что вы, может быть, не знаете, что вам делать, да, я понимаю, но вы подумайте, кому выгодно то, что это происходит, подумайте, кому полезно это будет, вот, и всё, и я полагаю, что вы увидите, как обстоят дела, собственно, вот, на мой взгляд, это первое, первое, что нужно вам понять. Ага, второе, 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 значит, вы просто совет, посоветуйте, как быть. Знаете, психолог, он советов давать не может, потому что мы всё-таки здесь именно работаем, да, мы помогаем людям, мы разбираем их проблемы, у нас, как бы, научный подход, мы специалисты, а мы не можем давать советов. Поэтому, извините, пожалуйста, но именно советов дать вам не могу, это не профессионально, вот, это не профессионально давать советов. Вот. А исходить нужно из ваших представлений о любви. Если вы считаете, что, ну, что отношения, ради отношений, можно связаться с комфортом, да, с живоплощадью, вот, если вы мужчине доверяете, вот, если вас именно не доверят, если это проверенный человек, ну, соответственно, я полагаю, что вариант, он, в общем-то, совершенно очевидный и понятный, вот, на мой взгляд. Если есть хоть какая-то доля сомнений, а если есть неуверенность, то самое главное, если вы чувствуете, что, переехав к нему, к примеру, вы будете, будете чего-то ждать, вы будете недовольны чем-то, вот, то, как бы, здесь я бы сказал, что не стоит. Вот. Вот это должно быть, это должно быть чисто. Должно быть, вот, чистая, должна быть чистая позиция. Должна быть именно чистая, именно чистая позиция. Важно. То есть, чтобы вот вы прям были уверены, что вот, да, вот я готов, если я приезжаю, приезжаю, но, понимаете, если бы вы были уверены, да, если бы вы были уверены, вы бы, скорее всего, нам бы не писали, вот. Что говорит о том, что вы сомневаетесь, по факту, вот. А, и если вы сомневаетесь, то, ну, у нас пока не стоит, вот. Поскольку речь идет о жилье, да, речь идет о, именно, проживании, что вы имеете полное право, да, требовать от мужчины обеспечения условий для себя. Вы имеете на это полное право, вы имеете полное право требовать от человека этого. Вы имеете право требовать, чтобы были все удобства. И если он предоставить этого не может, ну, то есть будут же вам решат. Если вы хотите отношения здоровых, именно здоровых отношений, вот, то переезжать вы не будете. А если вы себя недооцениваете, да, или если вам мужчина чрезмерно важен, то вы, скорее всего, переедете, но вам будет очень, тяжело, очень негативно вам будет из-за этого, потому что быт, он мощная сила быт. И не одни отношения быт разрушил. Поэтому, мне кажется, что не стоит. То есть можно, можно, можно ответить бытом, только в том случае бытом, если у вас есть, прям, вот, 100% уверенность. Но и была бы сопротивленная верность, если бы вы здесь не были, вот. Поэтому, еще раз, обратите свое внимание на то, что привело вас сюда, да, что привело вас на связь. Какие моменты вызывают сомнения, вот, и, собственно, озвучьте их для себя, вот, и, как и сказала моя коллега, озвучьте их мужчине, вот. Потому что, коли зовет вас к себе, то, ну, должна быть ответственность. Да, должна быть ответственность. Должна. Вот. Безответственность, это, просто, не серьезно. Вот. А если мужчина не серьезный, то, это уже, опять же, вам решать, да. Нужен ли вам не серьезный, не серьезный мужчина, нужен ли вам человек, который, вот, не способен обеспечить. Элементарные удобства. Вот. А, вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Резюмируя, так сказать, хотелось бы именно поднять вопрос цены. Это именно вопрос цены, именно вопрос цены. То есть, та цена, которую вы готовы или не готовы заплатить за пребывание с мужчиной. Вот. Но это должны решить вы, это не может кто-либо решить за вас. И, позволю себе не согласиться с коллегой Александром Ковальчиком, который сказал, что вы должны подчиняться. Вот. Я не считаю, что партнер вообще должен подчиняться другому партнеру. Я считаю, что партнер должен делать что-то по своему собственному выбору. Никакого подчинения быть не должно. Ну, от подчинения, это принудение, принудение. Вот. Ну, то есть, вот так, вот так. Практика доказывает, что, когда люди подчиняются, они в последствии обязательно высказывают это в виде недовольства, какого-то неудовлетворенности, агрессии иногда и более серьезных, ну, более серьезных симптомов, более серьезных проявлений. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.